МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Максим Мельников. Впереди новогодние каникулы, и уже сейчас многие задумываются, как их провести. Особенно это касается родителей, ведь дети ждут от Нового года настоящего праздничного чуда. В нашем районе есть учреждение, которое ежегодно проводит волшебные мероприятия для юных жителей муниципалитета. Я говорю о Дворце культуры Подмосковья. И сегодня мы узнаем, какие сюрпризы ожидают ребят в самое ближайшее время. Для этого мы пригласили студию Любовь Яковлеву, заведующую отделом детских программ ДК Подмосковья. Любовь Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Ну, знаю, что ДК Подмосковья начинает дарить праздничное новогоднее настроение еще до наступления Нового года. Чем порадуете наших детей в канун праздника? Ну, конечно же, наша задача создать предпраздничное настроение. И поэтому праздничные мероприятия у нас начинаются в Дворце культуры с 18 декабря. Две недели – хороший период, за который можно успеть и подарки купить, и настроиться на Новый год. И самым первым мероприятием, которое мы предлагаем нашим зрителям, будет 18 декабря в 12 часов концерт «Новогодние чудеса» студии эстетического воспитания «Весна». Очень много детей, очень много преподавателей, много бабушек, дедушек, родителей, друзей. Всех ждем в своем зале. И концерт, как всегда, будет для кого-то первым. Очень много будет дебютов, потому что детки пришли в сентябре заниматься, и уже к декабрю чему-то научились. Это будет первое выступление на большой сцене. Первое выступление на большой сцене. И все перед Новым годом. В общем, мы очень надеемся, что праздник будет для всех. И для тех, кто в зале, и, конечно, для тех, кто на сцене. Ну, вход, я так понимаю, свободный. Да, вход свободный, конечно же. Приветствуется только... Свободно ждать обязательно только хорошее настроение, улыбки. Ну, и можно взять цветы для юных талантов, потому что для них это очень-очень важно. Отлично. Ну, что дальше? Затем 21 декабря в 18 часов районный молодежный бал, шоу, спектакль «Новогодние гастроли». Это концерт, праздник для более широкой аудитории, конечно же. Это для молодежной аудитории, для зрителей, которые приходят на наше мероприятие шоу-театра «Максимум». Это мероприятие для всех, кто любит творческие коллективы Дворца культуры Подмосковья, города Красногорска. В общем, для всех приходите, пожалуйста, в 18 часов. Ну, и затем мы плавненько переходим в новогодние елки. Наши традиционные, любимые новогодние елки. 24 и 25 декабря в этом году так совпала, такова дата календаря. Это суббота и воскресенье. В 2 часа и в 5 часов вечера у нас начинаются новогодние елки. Испытания для всех. Радостное настроение, надеемся, тоже для всех, кто придет на них. Значит, в программе елок, как всегда, развлечения в фойе, как всегда, танцы, песни, мастер-классы, батут, сухой бассейн. Для детей возможность абсолютно для всех найдется. Перед началом сказки, а уже затем детей ждет сказка в зале. Сказка, которая будет называться «Мороз Иванович». Это музыкальная сказка, оригинальная музыка, оригинальный сценарий в исполнении артистов театра «Русский терем», Московского театра. Они на нашей сцене показывали уже свои сказки, спектакли. И, в общем-то, всегда залах очень хорошо принимал. Поэтому в этом году они на наших новогодних утренниках. Ну и затем, 28 и 29 декабря, еще одно, знаете, такое для очень многих детей премьера. Это балет «Щелкунчик» в исполнении артистов, учащихся Красногорского хореографического училища. Два вечера в 7 часов 28 и 29 декабря артисты, которые практически являются выпускниками хореографического училища, те, кто только начинают учиться в хореографическом училище, покажут вот эту удивительную новогоднюю сказку, на которую билеты продаются в информационном центре Дворца культуры или в наших филиалах. Цена билетов очень незначительная, поэтому я думаю, что каждый сможет себе позволить вот такую сказку накануне Нового года. Ну, я знаю, что это не премьера, и «Щелкунчик» уже ставили на сцене ДК «Подмосковье», и знаю, что был успех. Был успех у этого спектакля. Конечно же, спектакль восстановлен, но все исполнители, абсолютно все исполнители новые. Поэтому, в общем-то, можно назвать таким премьерой для исполнителей. А зрители, я надеюсь, будут новые. Те, к кому этот спектакль полюбился, смогут оценить новых исполнителей. Новых исполнителей, да, конечно. И я думаю, что самое главное – это новогоднее настроение и удовольствие, которое будет получено всеми. Ну, безусловно, тем более, что в новогоднюю ночь ДК «Подмосковье», да, ну, как правило, является притяжением жителей, и в этом году такая традиция, я так понимаю, не нарушится. Ни в коем случае. Даже обещанные нам гидрометцентром морозы не смогут, я думаю, заставить людей не приходить к новогодней елке в новогоднюю ночь. Естественно, будет музыка, естественно, будет дискотека, естественно, будет праздник в новогоднюю ночь на площади перед Дворцом культуры Подмосковья. И сюрпризы будут, и интересно тоже будет ледяные фигуры, зато сохранятся как нельзя лучше. Это правда. Ну, понятно, что 1 числа после новогодней ночи все отдыхают, а уже 2 числа с новыми силами снова хотят праздника, развлечений. И знаю, что 2 января уже ДК Подмосковья опять же ждет своих зрителей. Да. Наши двери откроются для наших зрителей 2 января. Мы продолжаем новогодние праздники, новогодние утренники, только это будут другие спектакли. Программа примерно такая же, как 24-25 декабря. Но спектакль будет называться «Сказки зимнего леса» или «Полная чехарда». Полную чехарду обещаем показать на сцене 2, 3, 4 и 5 января в 2 часа и в 11 часов утра. Ограничений возрастных нет, в том числе и в сторону увеличения. То есть от самых маленьких до самых взрослых. Потому что наблюдать за тем, как играют и поют и прыгают дети, бабушкам, мне кажется, особое удовольствие. И дедушкам. Так что приходите, пожалуйста, все. После новогодних праздников сразу идут рождественские. Они достаточно специфические, поскольку праздник церковный. И тоже есть у него свои традиции, в том числе и в ДК Подмосковья на этот счет. Да. Традиции эти сформировались много лет назад. По традиции 8 января, сразу после Рождества, Центр духовной культуры города Красногорска проводит удивительный праздник, который называется «Огни рождественской елки». Каждый год это что-то новое, каждый год это концертная программа или спектакль какой-то новой особой в исполнении юных артистов, в исполнении их руководителей, их учителей. В общем, всегда зал собирается очень полный, всегда зал собирается очень теплый и очень доброжелательный. И вот 8 января 2017 года в 12 часов такой детский утренник снова состоится у нас. А затем наступает Старый Новый год. Да, тоже есть такой праздник. Любимый нами всеми праздник. И 13 января мы предлагаем новогодний бал, Старый Новый год в исполнении ребят из Школы современного танца про движение. Это также традиционное уже мероприятие. Знаете, мне кажется, что все новогодние праздники, они все очень традиционные. И, наверное, можно было бы что-то выдумывать новое, но только там, внутри самого праздника, какие-то новые сюрпризы придумывать. Новые номера. Новые номера, да, новых исполнителей. Но самое главное, что это долгожданные дни, долгожданные праздничные события, которые обязательно должны быть в жизни каждого человека. Ну, как мне кажется. Ну, и скучать, конечно же, красногорцам, ну, не только вам, но и всем красногорцам, которые придут в ДК Подмосковья как раз в период предновогодних праздников. Не придется. Еще одно мероприятие, про которое мне бы очень хотелось сказать, это 14 января. Мы приглашаем всех с 10 утра до 4 часов дня. Мы будем проводить впервые в Красногорске фестиваль подарков. Название этого мероприятия, ну, по большому счету, говорит само за себя. Мир в твоих руках. Это новая для нас форма. Мы приглашаем очень много мастеров, которые предложат всем участникам праздника создать подарки своими руками. Мастер-классы, которых будет 8-10. Все зависит будет от того, сколько нужно будет людям, которые к нам придут. И задача у нас будет только одна. Мы будем делать подарки своими руками все вместе. Мама, папа, ребенок, бабушка, с семьей. Для того, чтобы потом эти подарки подарить. Мы очень хотим, чтобы люди понимали, ну, многие очень это знают и понимают, что дарить подарки гораздо приятнее, чем их получать. То есть старый Новый год, несмотря на то, что он старый, все-таки подарки дарить в этот праздник нужно. Конечно. И сделанные своими руками подарки всегда бывают ценнее, чем то, особенно от детей. И одним из мастер-классов этого праздника будет мастер-класс по украшению кормушек. Вы спросите, откуда возьмутся кормушки для птиц? Я вам отвечу. Кормушки – это те самые новогодние подарки, которые на наших елочках будут получать дети. Давайте поподробнее. Как раз у меня был такой вопрос, что касается подарков. Действительно, обычно на утренниках детям вручают подарки, а тут кормушки. Да. Откуда они взялись? Мы заказали их специально для наших детей, которые придут на наши праздники. Эти кормушки настоящие, сделаны из дерева, без использования клея, без использования красок. То есть экологически чистые. Они подготовлены полностью для того, чтобы их можно было просто так повесить на дерево или куда-то на забор. Все зависит от фантазии людей, которые возьмут в руки эту кормушку. Украшать на мастер-классе мы также будем экологически чистым способом. Если это будут краски, то только натуральные. И мы очень надеемся, что после этого, в этом суровом январе, вот после этого мероприятия, в суровом январе, в нашем городе появится очень много похожих, но не одинаковых кормушек. И птицы, которые будут нуждаться в корме, его получат из рук наших маленьких посетителей. Ну, конечно, жителей. А что касается наполнения кормушек, то есть сладкие подарки, наверное. Конечно, в кормушках будет небольшой сладкий подарок, но это и будет не килограмм конфет. Ребенку не нужен килограмм конфет на один раз, и каждый взрослый это знает. А когда есть много конфет, то есть очень много соблазна. Конечно, там будет сюрприз сладкий тоже. Но все-таки мы думаем, что... Ну, сделали акцент как раз. Да, акцент, конечно, на кормушке, потому что это то, что должно сделать мир чуть-чуть добрее. Это правда. Чуть-чуть. Ну, а я хочу поблагодарить вас за информативную, такую замечательную беседу. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня мы беседовали с Любовью Анатольевной Яковлевой, заведующей отделом детских программ Дворца культуры Подмосковья. Мы говорили о предстоящих праздниках, детских утренниках, ну и, конечно же, после новогодних мероприятиях и, конечно же, мероприятиях рождественских. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok